Ну вот мы сейчас смотрим на то, как наши зрители очень активно оставляют свои комментарии. Дадим еще немного времени для того, чтобы это сделать. Очень много названий книг со словом «Осень». Да, уже почти 70 комментариев у нас составлено. Мы обязательно разыграем сегодня приз от Челябинской универсальной научной библиотеки, книгу Даниила Гранина «Чужой дневник». Подарим вам, уважаемые зрители, те, кто знает и читает книги. И как раз прямо сейчас мы поговорим с писателем, с писательницей, точнее говоря. Которая, да, примет участие в приближающейся Южноуральской книжной ярмарке. Еще раз напомню, что это произойдет 25 и 26 сентября. Итак, на связи с нашей студией Анна Матвеева, писатель. Анна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вы для писателей вообще типично вот так рано просыпаться? Или мы вас вот прямо силой заставили и сломали ваш жизненный график? Не, ну заставили, конечно, силой. Но на самом деле писатели разные бывают. Есть жаворонки, есть совы, как все. Я, в общем, встаю не слишком поздно. Другое дело, что я не сразу же кидаюсь к письменному столу и начинаю сочинять романы. Ну, в общем, нормальный график, все в порядке. Но все-таки о вашей книге давайте поговорим. В этом году вы выпустили книгу «Картинные девушки». О чем она и почему вы ее советуете прочитать многим? «Картинные девушки» — это сборник историй о натурщицах великих мастеров, великих художников, начиная от античной Эфрины и заканчивая Голой долиной. В книге 18 глав персонажей намного больше, поскольку моделей у художников было, естественно, больше. Если мы возьмем только одного Пикассо, там, как в народе говорят, косой десяток героинь. И мне хотелось, чтобы в одной книге были собраны истории совершенно разных натурщиц. Я сама в свое время такую книгу искала, как читать или найти ее не смогла. Ну и вот решила написать сама. Книжка вышла в марте, в самое такое трудное время, как мы помним. Хорошо, что мы все делали в марте. Книгу тут же стали называть «Карантинные девушки», по аналогии, да, по созвучию. И она, в общем, неплохо пошла. Народ, видимо, так скучал по искусству, по музеям, что книжка стала для них своего рода такой отдушиной, возможностью пережить это нелегкое время, не отрываясь далеко от любимых картин. Будет ли у вас презентация на скоро состоящейся Южноуральской книжной ярке? Да, я надеюсь. Я хотела бы эту книгу представить. Ну, там своя программа есть, но я думаю, что для презентации время тоже найдется. А как это обычно происходит? Я буду ее вставлять в Челябинске и в Златоусте. Как обычно это происходит, презентация книги? Ну, как, приходит писатель и говорит, вот, написала я хорошую книгу. Вам надо срочно... Рассказывает анонс какой-то, да? Ну, как пойдет. Обычно я рассказываю о том, что это за книга, почему я решила ее написать, собственно, то, о чем мы сейчас с вами говорим. Ну, и потом задают какие-то вопросы читатели. И иногда сопровождается презентация чтением, отрывка, вслух выразительным по мере возможности. Вот. Ну, и, в общем, все. Ну, и книгу с автографом, естественно, тоже можно получить, правда? Да, автограф здесь обязательно будет. И вообще в этот раз организаторы ярмарки Южноуральска, они сделали невозможное. Они пригласили таких, ну, вообще просто самых, по-моему, ярких наших литературных звезд. Должно быть очень интересно, приходите. А вот немножко назовите те имена, кого позвали. Давайте проанонсируем. Я знаю, что приедет Алексей Иванов. Я знаю, что где приедет, по-моему, Константин Мильчин будет работать на этой ярмарке. Ну, много-много, на самом деле, самых разных имен. И писателей, и критики, и так далее, и так далее. Посмотрите программу. Там все подробно очень написано. А вот скажите, вот сейчас все-таки очень много в интернете, да, и в том числе книги. Вот какие книги люди читают, вот вам точно известно, все-таки в бумажном варианте или в электронном? Мне кажется, сейчас все-таки уже победили электронные книги. Но опять же, как они победили? На каком уровне? Для кого-то они остаются единственным способом. Я знаю людей, которые читают только электронные книги. Но кто-то по-прежнему верен в традиционной бумажной версии. Сложно сказать, смотря среди кого вот этот опрос проводить. Я думаю, что электронные книги все-таки, наверное, уже обгоняют такой традиционный формат. Хотя если мы возьмем какой-нибудь маленький провинциальный городок, где не так легко даже до сих пор получить доступ к интернету, бывает такое. Но, может быть, они предпочитают все-таки даже традиционные книжки и походы в библиотеки. Мне почему-то кажется, что я традиционную книгу быстрее читаю, чем электронную. Вы знаете, у многих авторов... Да, у многих авторов есть свои ритуалы, связанные с написанием книг. Есть ли у вас какие-то? Ритуалы? Нет. Я скучный человек, скучный писатель. Никаких ритуалов у меня нет. Сажусь и пишу. Ну, то есть у вас заведено как-то, не знаю, каждое утро надо сесть и написать свои 50 страниц, чтобы вот прийти... 50 страниц? 50 страниц, это очень страшно. Если я пишу две, это уже очень хорошо. Ну что вы, 50 мне стало просто плохо с утра пораньше. Нет, но я стараюсь работать каждый день, это правда, понемногу. Понятно, что сразу большой объем его невозможно осилить, роман за несколько дней, на это нужно время. Я верю вот в такую технику, что если ты делаешь свое дело каждый день, пусть даже понемногу, ты все равно продвигаешься вперед, и тебя никто никогда не догонит. Важно не пропускать. Если это ритуал, то да, ритуал. Душа обязана трудиться ночи, ночи, день. Это да. Спасибо вам большое, спасибо, что проснулись для того, чтобы поговорить с нами, с нашими зрителями. Ну что ж, желаем вам хорошего дня, напомним, с нами на связи была Анна Матвеева, писатель, писательница, которая примет также участие в Южноуральской книжной ярмарке, которая пройдет на этой неделе 25 и 26 числа. Алексей приедет, Алексей Иванов будет там, друзья. Я думаю, что те, кто читал его книги, Табул в том числе, точно захочет приехать туда, прийти. Да, прямо сейчас наши лайфхаки, как сохранить бодрость в течение дня, как просыпаться, что сделать, чтобы взбодриться.